Доброго дня, дорогие телезрители! Снова, как всегда, по выходным. Рубрика «Горожане» и веду его я, журналист Дмитрий Аргунов. В прошлом году из-за ограничений, связанных с пандемией, не состоялся запланированный форум, посвященный мужскому здоровью, в котором планировалось участие общественных организаций, лечебных учреждений, специалистов и, конечно же, общественности и тех лиц, которые напрямую заинтересованы в том, чтобы мужская часть населения нашей республики, она долгое время отличалась, скажем так, более лучшими показателями здоровья и жизни. И давайте мы сегодня наш разговор посвятим предстоящему перенесенному форуму, который будет посвящен мужскому здоровью. И рад представить наших, ну не гостей, мы сегодня собрались в уютном зале ресторана «Шпинат и мясо». Кстати, хорошая еда, наверное, это один из факторов крепкого мужского здоровья. Ну, Айхава, начинай, наверное, согласиться. Наши собеседники сегодня. С 2021 года наше учреждение называется «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики». И я его главный врач Никитина Алена Михайловна. И руководитель Республиканской лиги отцов, руководитель также крупнейшей саморегулируемой организации строительной отрасли Айхал Иванович Габышев. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с того, поскольку у нас программа называется «Горожане», да, с Аленой Михайловной Ивановной, у нас все-таки какая часть мужчин больше подвержена рискам, которые проживают в сельской местности или которые проживают все-таки в городе? Ведь факторов огромное количество. К нашему сожалению, к сожалению медицинских работников, к сожалению общественности, мужчины живут на самом деле на 10 лет, так скажем, ожидаемая продолжительность жизни, она меньше, чем у женщин. Да, мы в последнее время достигли некоторых результатов продолжительной жизни населения Республики Саха-Якутия, она действительно постепенно растет, она становится больше, и последние цифры это 74 с лишним года. И гендерное различие, то есть между мужчинами и женщинами, это более 10,8 лет. Женщины живут дольше? Женщины живут дольше. Ну, мало того, что женщины живут дольше, и, наверное, и по качеству, так скажем, да, по смертности цифры такие трудоспособного возраста, да, ну, понимаешь, такой трудоспособный возраст, да, с 18 до, значит, мужчин до 59 лет. Мужчин и женщин до 55. Значит, это часть нашего населения, смертность 2,5 раза у мужчин выше, чем у женщин. Значит, а если говорить конкретно о, значит, различиях между сельским и городским населением, ну, знаете, в любом случае и в том, и в том, так скажем, в той части населения мужчины все равно, к сожалению, умирают чаще, болеют больше, ну, определенными, так скажем, наверное, все-таки заболеваниями. И живут, к сожалению, меньше, чем женщины. — Алена Михайловна, ну, все-таки есть подтвержденные вполне данные о том, что городская среда с его большим ритмом жизни, с его большими количествами стрессов и так далее, ну, вряд ли, наверное, способствует продлению мужской жизни. — Ну, на самом деле, факторов, влияющих на продолжительность жизни, да, и вообще на качество жизни мужчин, их, конечно, много, на самом деле. И если брать районы республики, то, да, у нас есть районы, так скажем, которые у нас, так скажем, называются с рисками, да, по различным показателям. Ну, в основном все-таки мы рассматриваем, конечно, такой медицинский показатель, как смертность, ну, как общую смертность, смертность трудоспособного населения. — Вы знаете, вот если приводить такие цифры, то на самом деле город Якутск — это непоказательный, на самом деле, так скажем, непоказательный, да, населенный путь нашей республики, потому что у нас все-таки такие районы, как, во-первых, это арктические районы, да, значит, из промышленных районов — это Алданский район, значит, из также промышленных, я бы все-таки сказала, но там, где есть много достаточно сельского населения, это Усьмайский район. Это те районы, в которых все-таки показатели смертности мужчин в том числе, они достаточно высокие, и если говорить по отдельным районам, например, вот я привела и Алданский, и Усьмайский район, да, у них в последние годы у них всегда был отрицательный естественный прирост, то есть у них умирающих людей больше, чем людей, которые родились, так скажем, на территории данных муниципальных образований. Ну, арктические районы тоже понятно, что даже вот если так рассматривать, каждый район есть какие-то свои особенности. Где-то есть, допустим, большая смертность от внешних причин, да, внешние причины — это, значит, те причины, на которые здравоохранение, которые я представляю, ну, не можем мы на них повлиять. Да, это, конечно, и ДТП, это убийства, суициды, это утопление, и это отравление суррогатами алкоголя. Вся статистика у нас ведется, и, к сожалению, вот арктические районы вот тоже в той или иной степени, как говорится, каждый, кстати, каждое муниципальное образование, оно, конечно, чем-то, как бы, каждый отличается, и свои особенности у каждого есть муниципальное образование. — Ну, наверное, у вас как общественника, как человека, который, ну, представляет интересным, получается, мужской части населения, не могут не волновать те цифры, про которые говорила Алина Михайловна. Это, в первую очередь, это, конечно, связанные, ну, скажем так, не то, что непотребным, а ненадлежащим образом жизни, получается, да? — Как это называется, Дмитрий? На самом деле, мы в последнее время об этом тоже говорим, это называется рискованное поведение. — Прямо как термин есть? — Да, есть такой, это появился у нас в последнее время термин, как рискованное поведение. То есть риск, в чём у нас заключается? Это, конечно, злоупотребление алкогольными напитками, это курение. Эти, на самом деле, две причины, которые являются основными причинами смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Сердечно-сосудистые заболевания, к сожалению, они до сих пор, последние годы и в Республике, и в Российской Федерации, так и во всём мире являются лидирующими причинами смертности и инвалидизации населения. Поэтому мы, конечно, сейчас не можем не говорить об этом, о рискованном поведении. — Айхалович, что общественность может противопоставить рискованному поведению? — Отцовского движения нашей республики со всей ответственностью утверждаем, что нет более важнее семьи. А в семье отец является основой. Мы, как общественное движение, которое мы создали в 2007 году, сегодня имеем мощную инфраструктуру. У нас сегодня 650 советов. Мы объединяем по всем наследиям муниципалитета. Мы за ЗОЖ, мы за укрепление института семьи, мы против разводов, мы против абортов. Вот такие вот направления основные. У нас очень много проектов, которые мы совместно с нашими отцами, активистами реализуем. Это спортивный уголок в каждом доме, допустим. И призываем, чтобы каждый отец в своем доме установил спортивный уголок, чтобы дети у него занимались физкультурой, спортом в любое время. Я сам многодетный отец, у меня пять детей. И я сам воспитываю своих детей в этом духе, в этом направлении. И все зависит, конечно же, от главы семьи, от отца. Он добытчик, он кормились. И вот правильно отметили, есть такое понимание рискованное поведение. Но мы должны ограничить эти моменты, потому что мы несем ответственность за настоящее, за будущее своих детей, за потомков. И сегодня мы представляем своих предков. Их нет, но от имени наших предков сегодня мы здесь присутствуем. И наши поступки, наши решения, они должны быть достойными. Как главы семьи, как защитники отечества, должны вот эту ответственность понимать. И не рисковать впустую, в колостую. Смотрите, вот есть, скажем, общественное ваше объединение, вот Лига отцов, да? Есть, допустим, Мистемсю, да? Был и есть спортивное объединение Уран-Хай, допустим, да? Как консолидировать весь потенциал всех этих объединений, которые на самом-то деле в одном поле работают? На самом деле в одном поле работают. То есть кто-то может сказать, что Иннокентий Макаров более радикален, чем, допустим, Тургун Попов, или совсем уж радикален, чем Айхал Иванович, который более, скажем, вписан в систему государства. Вот как можно объединить все вот эти существующие силы, которые на самом деле могут повлиять на продолжительность жизни, на количество даже мужчин в нашем обществе? На самом-то деле мы все разные, но всех нас объединяет одна цель, да? Это повышение качества жизни Якутия, да? Благополучие Якутия, просветание нашей любимой республики, да? И в этом мы едины, и действительно мы за повышение качества и улучшение условий жизни каждой семьи, да? И каждый подходит по-разному, допустим, да? И Юст-Тюм-Сю тоже правильно подходит по-своему, да? Тургун Попов Уракай тоже воспитывает достойных наших, нашу молодежь, наших сыновей, и наше отцовское движение тоже. Мы друг друга дополняем, на самом-то деле, да? Мы друг друга дополняем. И, как я сказал, мы все разные, но всех нас объединяет одна четкая цель. Мы все патриоты республики, мы все за просветание нашей любимой республики, мы за повышение качества и улучшение условий жизни Якутиан и каждой семьи, да? И подходы разные. Говорят много, вот якутяне очень много подвержены, вот, как вы говорите, рискованному поведению и так далее. Это может изменить только более широкое использование тех догм, которые вера дает, получается, да? Многие даже говорят, совсем уже нереальные вещи, да, что надо якутянам поменять религию, удариться в ислам. Мусульмане, типа, не пьют, не курят, отличаются, ну, скажем так, абсолютно у них веры заложены. Ну, как, давайте, вот, как, ваше суждение, как народного дипломата, как человека, который много делает между двумя братскими, на самом деле, народами, между турецким, который проповедует ислам, да, и якутским, который, ну, наше верование. Вот ваше видение. Все религии, на самом-то деле, вот, еще один момент, пишут о том, что, в этих книгах пишут о том, что, по поводу рождения ребенка, да, Бог дал и ему даст, да. Это говорит о том, что мы не должны ограничивать рождение детей, да, тем более, вот, якутяне, да. Мы на столетие, на создание, основание нашей республики должны дойти до миллиона человек, да, к этому мы должны стремиться, да, и всегда мы должны популяризировать статус многодетной семьи, да. Сегодня многодетными считаем мы семей, которые имеют трех и более детей, да, на самом-то деле, на мой, я считаю, что это самообман, да. Семьи, которые после рождения третьего ребенка успокаиваются, да, и считают себя многодетным и успокаиваются. Для страны, для народа это, конечно, небольшой плюс, да, после себя они оставляют одного только, да. И я призываю, чтобы в среднем у каждой семьи было в нашей республике по пять детей, потому что я определение слова семья скажу, что это семь раз я, да. То есть мать, отец и пять детей. В среднем мы должны иметь пять детей. И все религии ведут к этому. Поэтому мы, как люди мира, как граждане мира, должны уважать каждую религию, каждый язык. Кстати, что касается языков, в мире шесть тысяч языков, и каждый месяц по два языка мы теряем в мире, да. Поэтому мы должны сохранить наш родной язык, да, наше мировоззрение, которое осталось от наших великих предков, да. И в этом направлении мы должны жить в мире и согласии. Ну, как искренить пьянство, как бороться с курением, и как сделать так, чтобы мужчина вновь обрел свое место в нашем обществе? Ну, если немножко, так скажем, абстрагироваться, ну, от своей профессии, наверное, да, от специальности. Да, стать, как говорится, гражданкой нашей республики, нашего государства. Ну, мое личное мнение могу озвучить. На самом деле я никогда не была сторонником феминизма. Я вообще считаю, что из крайности в крайность вообще нельзя, как бы, надо всегда, в принципе, придерживаться той, скажем, золотой, наверное, середины, да, во всех, практически во всех суждениях. Да, и если мы говорим про религию, да, вот как-то затронули несколько другие, так скажем, темы, да, но, тем не менее, это интересно. Могу сказать, что христианство, как раз-таки, там очень много догм, да, которые, как раз, наверное, и такие, как бы, основные, так скажем. Не уби. Да, не уби, там. Заповеди. Да, заповеди. Ну, их можно и заповеди, нас можно догмы назвать, да, можно законы назвать. Не уби, там, не... Ну, очень много не, да. Да, и, наверное, религия для каждого человека, во-первых, религия, она, наверное, всё-таки внутри каждого из нас, да, и нет вообще на самом деле человека, который совсем не придерживается, ну, он просто может там изъявлять, как говорится, её там открыто или нет. И всё-таки я хотела бы, но это, я не считаю, что это какие-то феминистские, там, рассуждения по поводу роли семьи, роли женщины в семье. Конечно, всё должно быть в балансе на самом деле. И мужчина, естественно, его мужское начало, да, потому что всё-таки совершенно другая психология мужчин и женщина. Женщина – это мать, да, это хранительница очага. Наверное, вот в том неком балансе, который должен быть в каждой семье, и есть вот эта, так скажем, истина, и есть какой-то смысл, так скажем, вот тех суждений, о которых мы сегодня говорим. Потому что роль женщины в семье, она должна быть как раз, вот если Айхал Иванович говорит о том, что мужчина – это защитник семьи, да, то женщина – это хранительница очага и хранительница, наверное, здоровья членов своей семьи, в том числе и мужчин, и своих детей. Да, я считаю, что… То есть первый семейный доктор – это женщина? Конечно, конечно, это мама, всегда мама. Во-первых, мама первую видит, если будут какие-то там, я не знаю, да, болезни, начало чего-то, настроение, во-первых, да, всё равно уже это, так сказать, какая-то психология всё равно, несколько. Вот, и, во-первых, потом всё-таки есть такое, как бы, понятие, как материнское сердце, да, мама всё-таки сердцем почувствует, да, естественно, что кому-то с членом семьи плохо, в той или иной, как бы, либо физической, либо моральной какие-то проблемы есть. Поэтому я считаю, что от мамы в семье тоже очень-очень многое зависит. И прежде всего, это здоровье её семьи во всех его понятиях смысла здоровья, потому что смысл здоровья – это же не только физическое здоровье, это и психологическое здоровье, психическое здоровье, это и, так скажем, социальное здоровье. Вы знаете, помните, да, когда мы с вами встречались ещё два года назад, в 2019 году, у нас тоже с вами, по-моему, была актуальная вот какая-то передача была, да, тоже посвящённая нашему форуму, который мы организовали в первый раз в 2019 году, да, и вы у меня тоже там, как бы, задавали разные вопросы, и я вам, и вот я помню, и всегда, да, и даже, ну, в этом году в меньшей степени я это чувствую, уже всё-таки идёт некое, так сказать, переломное отношение, мне кажется, нашего общества, вот именно к мужскому здоровью. А раньше, когда я говорила, типа, вот мужское здоровье, все немножко хихикали, честно вам могу сказать. Потому что, да, потому что все всегда считают, что мужское здоровье заключается только в его, там, так скажем, в здоровье, там, урологическом, андрологическом, да, и всё, так скажем, ну, скажем, репродуктивном, так скажем, да. А вот я, как, допустим, врач, как главный специалист по медицинской профилактике могу ответственно сказать, что на самом деле мужчины у нас умирают, и не от урологических заболеваний, естественно, и не от репродуктивных. Они у нас умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, от онкологических заболеваний, они умирают у нас от, так скажем, причин, на которые здравоохранение, о которых я уже говорила, да, не влияет, то есть от внешних причин, да, и на самом деле наша задача, вот наша, почему мы сейчас называемся Республиканский центр общественного здоровья, потому что наша задача такая межведомственная, объединить всех, потому что на самом деле здоровье каждого человека только на 50% зависит от образа жизни, и только на 10% от системы здравоохранения. Каждый мужчина раз в год должен сходить в поликлинику, и не с целью заболевания, а с целью профилактики, потому что сейчас профилактика для нас это всё. То есть чем раньше, нужно понять, что чем раньше мы выявим, не надо бояться. Это, я считаю, уже косности какие-то, это уже пережитки на самом деле. Нужно всё-таки быть, и вот тот призыв, который, и вообще я считаю, что то, что сейчас стало модно быть здоровым, да, и вести здоровый образ жизни, это очень-очень хорошо. Мы это приветствуем, и чем больше людей будет, так скажем, в той или иной мере соответствовать, да, значит, тем здоровее будет наше общество. Да, ну, к примеру, о чём я говорю? К примеру, вот если мы говорим про арктические улусы, допустим, наши, да, причины, почему у них такая ситуация иногда бывает совершенно аховая. Ну, просто, знаете, это потому что просто у людей нет работы, да, у кого-то нет образования, у кого-то нет возможностей, ну, каких-то материальных, допустим, да, выехать куда-то, допустим, даже, ну, это, знаете, вот если как бы затрагивать эту тему, это очень-очень большая тема, которая касается, наверное, больше всё-таки государственной политики, да. А что касается вот наших, так скажем, нашего направления, то мы стараемся всё-таки сейчас объединиться, потому что мы прекрасно понимаем, что без вот таких объединений, как Лига отцов, да, каких-то там тех же женсоветов в районах, которые, кстати, очень активны на самом деле, да, без других общественных организаций, которые каждый, у нас, кстати, много общественных организаций, которые каждый имеет своё направление, мы, ну, мы не можем без них работать так же, как и они без нас, поэтому мы стараемся сейчас действительно вот объединить, объединить свои усилия, и поэтому вот наш форум на самом деле как раз на это направлен, для того, чтобы объединить усилия, для того, чтобы и государство обратило внимание на мужчин, в том числе, да, как отдельную, так скажем, ну, как отдельная, так скажем, ну, не знаю, личность. И давайте вот сделаем в жизни, например. Вот отец работает в меру возможностей, в меру сил, работает на неком предприятии, отдает работе все свое время, все свои возможности и так далее, пытается обеспечить, изо всех сил пытается обеспечить семью. Ну, частично ему удается, частично нет. Приходит домой. Жена начинает его, скажем так, да, обвинять в том, что он недостаточно внимателен к семье, недостаточно зарабатывает, недостаточно отдает свои силы, возможности для того, чтобы обеспечить семью. Не считаете ли вы, что, еще раз говорю, подобное появление, поведение женщин, женской части, вот матерей, жен, подруг, кого угодно, да, вот оно, что делает нормальный мужчина? Либо он замыкает себе, да, пошли вы. И пойдет, идет гараж пить пиво. Это нормальная реакция нормального мужчины. Не считаете? Нет, но еще раз, вот это пиление в семье, да, вот это вот обвинение, скажем, несостоятельности. Давай я ответил, да? Да. Сегодня, да, вот то, что вы сказали, в республике по стат данным, да, на 6200 браков 4100 разводов, то есть на 6 браков 4 развода, да, в результате таких вот бытовых, там, недалеких этих эмоциональных решений, да. Поэтому мы призываем и проводим профилактическую, пропагандическую работу по укреплению Института Семьи. Семью не должны эмоционально создать и не должны эмоционально разрушить. Да. И поэтому мы должны своим примером, примером, допустим, вот на прошлой неделе мы провели конкурс Отец года, да. Из 34 улусов приняли участие 32 улуса, кроме Алданского и Абыйского. И среднее количество детей у этих отцов, 5, допустим, это очень хороший показатель, и мы очень рады. И первое место занял вот отец 5 сыновей, да, у него 5 детей, 5 сыновей, Чурапчинского улуса, Максимов Геннадий Лукич. И мы от имени нашей организации тоже вручили денежный приз 100 тысяч, и очень нам было приятно увидеть таких достойных образцовых отцов, да, то есть они есть. И что касается баланса между родителями, да, по воспитанию детей, устами младенца глаголит истина, и истина она такая. Один раз ребенок спрашивает у своих родителей, да, у матери и отца, почему у человека две руки, пока родители задумались, он сам ребенок ответил, оказывается, потому что, чтобы за правую руку держаться с отцом, а за левую руку держаться с матерью, вот почему оказывается у человека две руки. То есть в воспитании детей, в сохранении, улучшении здоровья мы должны вот такой баланс и дополнить друг друга, да, поэтому мы как общественная организация в этом направлении тоже с организацией Матери России, союзом женских организаций тоже друг друга дополняем, да, и мы не тянем одеяло к себе, да, это неправильно. Мы должны объединиться, консолидировать власть, бизнес и общество ради нашей республики, ради нашего народа. Что касается основных таких проблем, сегодня мы статистику четко знаем, да, по разводу и по браку я уже сказал, а по количеству учителей мужчин в школах тоже там... Очень большой проблем. Очень, да, проблема большая. И мы считаем, что школа без мужчины это все равно как неполная семья. Сегодня статистику мы знаем, 15 тысяч учителей в школах и только 2 тысячи там мужчин. Это 18-18 процентов, да, она вот буквально мы месяц назад запросили статистику от Министерства образования и они такую цифру нам дали. Это правильно. Немножко растет, но желание еще надо улучшить, да, и в этом направлении мы работаем по повышению статуса учителя мужчины, да. Что касается здравоохранения, здесь в республике очень мало урологов-андрологов, да. Урологов-андрологов совершенно не хватает. Записывается на 2 месяца, на месяц-полтора вперед, да. И это очень, ну, критическая ситуация, и мы бьем тревогу, и мы призываем, чтобы увеличили количество андрологов и урологов. Сегодня 25 штатов по республике урологов, да, андрологов вообще там 5 штук, да, по республике. Это вообще, сами считайте, на миллион человек, на 970 тысяч человек, вот такая вот статистика. Один век тому назад, ну, период войн и тому подобное, все-таки вот этот вот образ мужчины-защитника, он выражался более четко, да. Он шел воевать, в Первую или Мировую войну, да, во Вторую или Мировую войну Великую Отечественную, да. Он шел воевать, защищать отечество. Ну, и, соответственно, те женщины, которые оставались в тылу, они четко уже осознавали. Поэтому фронтовики, которые приходили, они были окружены вот теми почестями, теми, тем вниманием, тем возвышением их роли в обществе, которое, ну, позволило нам преодолеть вот эту планку до начала 2000-х годов, да. Потом резко вот это пошло, нет, ну, я не обвиняю страну, что она мало воюет, но еще раз говорю, ну, сущность мужчин, вот как вы, Людмила Михайловна, сказали, она другая, синяки получать, там, драться, все, что угодно, да, в результате натыкаться на, скажем, непреодолимую силу, которая не подвластна никаким ни Минздравам, ни медикам, ни подчас самим субъектам, которые погибают от этого, попадают в ДТП, да. Но вот этот вот момент, что гармония в семье, она должна быть основой основ вообще. Еще раз, будет понимание в семье, будет меньше пьянства, да. Будет, сумеет мать убедить отца, что курением он, грубо говоря, элементарно плохо пахнет в доме, да, откажется он от этой привычки. Не будет вот этих частых ссор и так далее, ну, суицидов будет меньше. Понимаешь? Поэтому, ну, в первую очередь, опора на такие организации, как Лига Отцов, на те, которые проповедуют действительно ценности, семейные ценности. И я как человек, который в семье работает, я вижу, что все это востребовано. Вот, ах, да, да, огромный интерес. Пять лет назад, да, вышел, на самом деле, очень хороший федеральный закон номер 15, да, от защиты от, значит, потребления, так скажем, да, от табачной продукции и всего прочего. Но, вы знаете, мы, как бы, у нас всегда есть некая, так скажем, какие-то весы всегда, есть какая-то некая палка, так скажем, о двух концах, да. Потому что, да, да, с одной стороны, запреданный плод сладок – это раз, да, во-вторых, я это имею в виду про, так скажем, лоббирующий все-таки, так скажем, бизнес, да. С одной стороны, мы призываем, да, вот мы там, наше, так скажем, управление профилактическое, мы везде там говорим, нельзя, потому что курение является причиной, значит, развития, в конце концов, рака легких, значит, каких-то проблем с сосудами и в дальнейшем это инфаркты и инсульты. А это действительно так, это доказано, понимаете, это мы не говорим, ничего там с неба не придумываем. На самом деле, исследования эти были проведены давным-давно и они проводятся, как, в принципе, так скажем, регулярно, и не только там в Российской Федерации. Это международный опыт, на самом деле. Вот. Но я вот не устаю повторять, что мы должны донести это до каждого человека в отдельности. Так получается, правильно? Только если каждый человек сам поймет, что действительно ему это нельзя делать, да, что он не должен курить, потому что в конце концов он может плохо кончить, потому что у него есть еще плюс к этому, там, генетическая предрасположенность, к примеру, да, если это там онкологических заболеваний касается. Вот этот наш опыт трезвых сел, да, это очень, это вообще колоссальная работа общественников. Мы должны им сказать вообще большое спасибо, на самом деле, да, этому направлению трезвой Якутии, которые инициировали это в свое время, да, к тому же Матвея Ивановича Лыткину, которые поддержали, значит, хотя я говорю, что у нас государство и такие департаменты, которые представлял в свое время, Матвея Ивановича, это всегда, как говорится, палка двух в концах. С одной стороны, там вроде должны акцизы расти рост, да, с другой стороны, мы должны все-таки бороться с этим. Вот, но пока каждый человек сам все-таки не примет это для себя лично, понимаете, тогда только, Дмитрий, можно, как говорится, говорить о том, что да, мы сделали свою работу, если каждый человек ответственно все-таки отнесется и поймет, что только от него от самого, будет он курить или не будет, будет он там злоупотреблять алкоголь или не будет, ну и так далее, да, будет ли он регулярно ходить на профилактический осмотр в поликлинику. То есть для нас это все-таки должно стать какой-то некой нормой, да, что мы каждый год ходим и проверяемся в поликлинику. Я еще раз повторюсь, не с целью заболевания, а с профилактической целью. Да, ну, наверное, для этого, конечно, должны быть и условия созданы, естественно, что, в принципе, здравоохранение сейчас и пытается очень как бы сильно, это пытаемся мы сделать, уменьшается и там очереди, доступность в поликлинике, да, да, работа иногда буксует, мы, как говорится, не можем не говорить о работе, но, тем не менее, она, работа-то и есть. А по поводу также диванных критиков могу также еще сказать, что если каждый человек встанет и пойдет у нас, пройдется из дома на работу пешком, да, или пойдет вечером, возьмет за привычку, просто вечером гулять по городу, ну, это тоже отдельный вопрос, я знаю, что там есть нюансы, мы об этом много тоже говорим, да, и непосредственно и с новым главой города Якутска мы тоже об этом говорили, о создании условий, когда каждый этот человек пойдет погулять в парке, выйдет погулять с ребенком, в конце концов, да, просто, либо пойдет заниматься спортом, там, сейчас, в принципе, мне кажется, все очень доступно на самом деле, в любой клуб, либо там, просто в спортивное какое-то сооружение, это будет его вклад в свое собственное здоровье, а если он еще откажется от вредных привычек, это будет действительно очень-очень большой вклад на самом деле в состояние его здоровья и дальше, наверное, в состояние, так скажем, генетического его рода, его семьи. Каждый человек, каждый глава семьи, отец, он должен понять, где белое, где черное, где водка, где молоко, да, и сегодня мы статистику четко знаем, она такая, сегодня по курению жители республики примерно на 2 миллиарда покупают сигарет, а по виноводочным изделиям примерно на 12 миллиардов, да, это, то есть на 14 миллиардов мы на самоуничтожение тратим, да, а не на строительство социальных объектов, допустим, да. Если мы посчитали, если мы в течение там 6 лет те деньги, которые мы должны были тратить на курение и на виноводочные изделия, мы копилку соберем, и то через 6 лет у нас во всех наслегах мы построим школы и детские сады. Такая цифра выходит, да, поэтому, поэтому, вот сами подумайте, да, и правильно говорит, что каждый человек должен нести ответственность за свое здоровье. От этого зависит успех нашей республики, вот успех нашей страны. К примеру, ну, курильщик, который курит в среднем одну пачку сигарет в день, да, он перестанет вот этого делать, он может себе позволить, скажем так, айфон. Да. Да. И сегодня в республике мы посидали... Просто отказавшись от вредной привычки, да? Тугиси, Тугиси, сегодня в городе Якутске, я имею в виду, в городе Якутске 303 магазинов, которые продают вино и водку, да, и в городе Якутске 30 спортивных клубов. Десять раз меньше. Да. И население 320 тысяч. Вот, посчитайте. Вот. Где, в каком направлении созданы условия, допустим. Повышение качества жизни тоже, в какой-то мере, отрицательное. Вот смотрите, количество автомобилей увеличивается, да? Да. Гиподинамия жуткая, да? То есть, если у человека нет силы воли пойти там скомпенсировать вот этот вот полный день, вот это сидение, да, мало простатита, у него там геморрой и все прочее и так далее, и так далее, плюс ожирение, да? И соответствующие всякие вот эти подарочки. Каждый раз мы говорим об этом, сотый раз говорю, что вот это, так скажем, определение ВОЗ, да, во-первых, что такое здоровье вначале, да, это состояние полного физического, психологического или, так скажем, психического, социального благополучия. А от чего оно зависит? Тоже это нам, Всемирная организация здравоохранения, так скажем, проведя исследование, говорит о том, что только на 10% здоровье каждого гражданина, каждого человека зависит в мире от системы здравоохранения. Еще 20% это генетика, конечно, мы от этого никуда не можем деться. Еще практически 20% это окружающая среда, и 50% это образ жизни. Поэтому, ну, конечно, у меня работа такая, я не перестаю об этом говорить, и мне, в принципе, всегда об этом интересно говорить на самом деле. Что вот, что мы едим, да, что мы пьем, какую воду мы пьем, да, каким воздухом мы дышим, да, все это, если говорить простыми словами, от этого всего и зависит. Ну и, соответственно, есть ли у нас вредные привычки, есть ли у нас полезные привычки, да, от этого, естественно, есть некая совокупность состояния, там, хорошего здоровья. И мне кажется, то, что сейчас, в принципе, мы наблюдаем, молодежи есть, так скажем, какие-то свои тренды модные, да, и то, что вот появились тренды, появился на здоровье, тренд появился на отказ от курения, на от употребления алкоголя. Это очень хорошие тренды, которые нужно поддерживать. И мне кажется, как раз общественные организации должны, вот так скажем, поддерживать это. И, соответственно, еще я в последнее время очень много говорю о здоровье, сберегающей инфраструктуре. Потому что я считаю, что задача государства, да, задача гражданина быть ответственным за свое здоровье, но все-таки у государства тоже много задач. И в первую очередь мы работаем на государство, естественно. Поэтому мы, наверное, вправе это требовать, да, и ждать, по крайней мере, что когда-то нам это, как говорится, это государство исполнит. Нет, государство обязано создавать условия для ведения здорового образа жизни. Ну, это, наверное, такие слова высокопарные. Ну, что это значит? Что все-таки, наверное, когда мы строим дороги, да, ремонтируем дороги в городе Якутске, мы, наверное, должны думать о том, что вот уже это веяние, как говорится, последних лет, о том, что у нас должны быть велодорожки. Потому что, да, велодорожки у нас должны быть для того, чтобы наши любители велосипедов, извините, они ехали на перегонки с машинами, да, и не пытались попасть под машину, да, а у них было в свободном доступе нормальная, безопасная, так скажем, та же эта велодорожка. Я все время привожу пример город Москву на самом деле. Вот смотрите, центр города, исторический центр города Москвы, там сделали велодорожки. Они эти, да, свои улицы узкие и так, они, значит, их сделали односторонними, и вторую сторону они сделали велодорожками. – Александр Михайлович, смотри, человек постарался поработать над своим здоровьем, пересел на очень спортивный, экологичный вид транспорта велосипеда. Опять же, из-за отсутствия инфраструктуры, выехал на проезжую часть, где непривычный водитель его сбил, он потерял здоровье. То есть, где нашел, там и потерял. Опять же, вроде бы, ну, хорошее там порождает плохое. Или абсолютно согласен в плане того, что окружающая среда, то есть, есть вот эта задымленность, опять же, вот качество жизни, количество машин увеличивается, соответственно, увеличивается там выброс тяжелых металлов в тужой атмосфере. – Ну, вы же правильно сказали, что все должно быть компенсировано. Если у нас стало больше, к примеру, машин, да, автомобилей, значит, у нас должны быть все-таки, должны быть спортзалы, у нас должны быть зеленые зоны. Мы должны, наверное, как каждый горожанин, должны нас осознательно проявить, в конце концов, посадить дерево, да, наверное, хотя бы там в своем дворе или там где-то в субботник провести. Но все-таки это же наш дом, город все-таки, да, мы должны о нем заботиться. Ну, и вот в продолжение то, что я уже говорила, да, инфраструктура. Что она еще подразумевает? Это все-таки, вот смотрите, у нас в городе, да, у нас, конечно, не мегаполис, да, не огромный город, но тем не менее, у нас с вами всего один парк, к большому счету. Где еще людям ходить? Поэтому, естественно, там ходят все абсолютно. У нас недавно было мероприятие, значит, с Матвеем Ивановичем и с их клубом, значит, это, скандинавской ходьбы, да, мы провели мероприятие, которое было инициировано Лигой нации Лео Бакерия, нашим известным кардиологом, да, кардиохирургом. У нас 10 тысяч шагов здоровья. И в парке ходят все, но очень хорошо, но все-таки не все же могут доехать до парка. Понимаете? Если бы где-то еще в другом, допустим, город у нас растет, наверное, нужно все-таки подумать, да, городским властям о том, что нужно где-то еще, наверное, сделать какую-то зеленую, это, какую-то парковую зону, да, какой-то зеленый уголок, в конце концов, посадить. Все-таки у нас, допустим, я считаю, в городе это вообще не хватает. Что еще в ход в инфраструктуру? Конечно, это должны быть, я считаю, нормальные, в конце концов, тротуары. Вот мы, знаете, у нас была, да, естественно, у нас в прошлом году была очень хорошая инициатива, значит, мы хотели, значит, организоваться и ходить вокруг Сайсарского озера, да, тоже вроде бы неплохое место у нас в городе, да, одно из, но, знаете, когда мы пошли, мы там поняли, что там тоже очень и очень сложно ходить на самом деле людям пешком, потому что там идешь, и через некоторое время обязательно, короче, сломанная, да, ну, грубо говоря, дырка, и в конце концов мы уперлись в там, короче, получается, она не круговая, короче, в круг точно не пройдешь. У нас есть типа набережная, да, которую когда-то там строили тоже, ну, тоже она очень узкая, на ней ходят тоже все, и любители, так скажем, пешей ходьбы, и бегают там, и на велосипедах, и собачки там, в общем, все, кто может, говорится, и хочет там выйти подышать воздухом тоже, но вот в этом году мы, я, в общем, в принципе, очень надеюсь на, так скажем, сотрудничество, конечно, с новым главой, на самом деле, потому что я считаю, что, ну, человек молодой должен как-то более, наверное, продуктивно поработать, и, ну, я даже не сказала бы продуктивно, что ли, а неправильное слово выбрала. Ну, вот именно такое новое должно быть направление, да, что у нас все-таки город Якутс должен быть здоровым не на бумаге, да, наверное, да, а на деле все-таки, и на деле он должен быть, он должен создать всю эту инфраструктуру, ну, как-то по уму, мне кажется, да, все должно все-таки, вначале все должно делаться, то есть должно все вначале планироваться, и архитектура, да, и тогда, наверное, как-то у нас и будут более-менее нормальные условия, человек тоже захочет выйти на улицу и пройти с пешком, да, не будет, как говорится, у него риск выйти, и там вот сейчас, как сейчас, это же сейчас действительно большой риск выйти, знаете, и не упасть, как говорится, да, и там не пополнить печальную статистику людей, которые там что-то себе, как говорится, сломали или еще что-то, да, 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 не заработать, получается, да, 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 ну, то есть все-таки должно все, вот, поэтому еще раз говорю о том, что все должно быть какое-то межведомственное взаимодействие, и каждый должен быть на своем месте ответственный, тогда только у нас может что-то получиться, да. Я скажу, да, что касается, там, ну, есть же такое выражение, кто ищет, тот всегда найдет, да, мы, и каждый должен понимать, что он хочет найти, да, что ищет, и правильно должен искать, поэтому на самом-то деле я вот в разных странах побывал, и заметил, и знаю четко, что наша страна самая социальная Россия, да, а в Республике Саха-Якутия самая социальная, самая социальная и самый социальный субъект, да, и даже у нас в Конституции нашей страны, это седьмая статья, Российская Федерация это самое социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие граждан, да, поэтому в других странах таких условий на самом-то деле нет, поэтому я обращаю внимание этих критиканов, да, которым всегда чего-то не хватает, всегда жалуется, на самом-то деле другими глазами надо смотреть, и у нас очень много хорошего, очень много хорошего, очень много полезного в нашей Республике, в нашем городе, в нашей стране, просто надо правильно ориентиры ставить, правильные вещи искать, если искать молоко, то ты найдешь молоко, а если ты нацеленно будешь искать водку, ты найдешь водку, понимаешь, все к этому идет, от ориентира, от задачи человека зависит, поэтому надо беречь то, что создано нашими великими предками и создать новое для будущих поколений, вот такой ориентир должен быть, девиз должен быть у каждого человека, и каждый человек должен задать себе вопрос, что я сегодня сделал для своей любимой семьи, для своего города, для своей республики, для своей страны, и должен этот список каждый раз увеличивать. Я абсолютно согласен с Айхалом Ивановичем, что каждый должен сделать, по крайней мере, не то, что для своей страны, а для себя, для того, чтобы его семьи жили в более экологичном, я начал себя, я начал заниматься элементарными вещами, я отказался от ЛДСП в интерьере. Как медицинский работник согласитесь, что прессованная фенольными клеями древесная стружка, она, ну, скажем, не особо экологичная вещь, поэтому я считаю, что дом должен быть более экологичным, чем то, что представляет современная промышленность, поэтому я перешел немножко на ручной труд и заполняю потихонечку свои пространства более экологическими вещами. А в силах каждого из нас сделать что-то подобное для себя, для своей семьи, еще раз, отказаться от курения в машине, потихонечку вы будете курить меньше сигарет, да и можете абсолютно расстаться с этой вредной привычкой. И очень отрадно, что такие мероприятия, как форум мужского здоровья, не надо тут хиикать и говорить, вот, нашлись тоже альфа-самцы там, и так далее, и так далее. Мужчины, на самом деле, очень уязвимый предмет. Вот как, по словам Алены Михайловны, живем на 10 лет меньше, да? Нам не могут удалить зуб без анестезии, мы не рожаем, болевой порог у нас явно занижен, да? Ну, слабый пол, что сказать? Я всегда утверждал, Алена Михайловна, что мы являемся на самом деле слабым полом. И воистину правы автора одной из советских кинокартин. Берегите мужчин. Мужчин надо беречь. Это штучное изделие, это вершина творения Творца. Поэтому крепкий мужчина, крепкий хозяйственник, крепкий отец, крепкий семьянин, это всегда будет основой крепкого государства. Еще раз, от этого выиграет экономика, от этого выиграет экономика семьи, от этого выиграет наши потомки. Да, это основа основ, берегите друг друга. Особенно мужчин. Особенно мужчин, на этими словами я бы хотел закончить наш сегодняшний выпуск программы «Горожане». Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова